Праздничное утро Слышивайтесь любви, спасибо музыканты, спасибо дорогие Рад вас всех созерцать, видеть И вы знаете, мне вчера исполнилось 50 Все так рады, что я стал старее Но знаете, на самом деле, вот в этом феномен христианства Феномен, и об этом поговорим как раз Что несмотря на то, что наша плоть стареет Несмотря на это, наш дух со дня на день обновляется И об этом сказал апостол Павел Вы знаете, у Бога всегда все новое Поэтому я вообще не переживаю по своему возрасту Вообще, только такие, знаете, шуточки веселые и так далее А 50 это прекрасный какой-то, знаете, образ Это как вино, которое настаивается И тогда становится вкуснее И по мозгам не бьет Знаете, все в порядке И вот точно так же с возрастом И я уверен, что Библия не ошиблась, когда сказала Что наш человек со дня на день Он у нас вершает И в то же самое время внутренний человек обновляется И слава Богу за каждого из вас Кто сегодня пришел Несмотря на времена пандемии Несмотря на все вот эти вот Трудности И новогодние праздники Вы пришли в Церковь Божию В Церковь Божию приходить принципиально важно Ногами, братья и сестры Все, кто нас смотрит Я вас порицаю Ну, не злобно, но порицаю В Церковь нужно ходить Вот просто раз, ногами И идти Это целый ритуал Ты собираешься Ты берешь свою плоть Ты одеваешься Ты рядишься И ты идешь Почему? Потому что Церковь это твоя семья Потому что это народ Который вместе с тобой славит Творца И Библия моя говорит Что народ Божий Славя Бога, да И написано, что он живет В словословии своего народа Бог живет в словословии Мы не знаем, какой он Где он Его никто никогда не видел Библия говорит Никто не видел Бога Вот так вот воочию Никогда Но мы чувствуем его присутствие Мы знаем, что он есть Он творец всего видимого и невидимого И главное, он сам определился Он говорит А я живу в словословии моего народа Поэтому, когда мы поем Мы не приходим на концерт с вами На котором стоят красивые девчонки Знаете, говорят там Красивые девки пляшут У нас девки не пляшут Мы не веселим никого Мы ведем в прославлении народ Чтобы народ поклонялся Чтобы народ словословил И когда ты словословишь Сам Бог приходит вот в это присутствие И благословляет тебя Аминь, дорогие мои И, в общем, меня очень сильно радует Что мы сегодня собрались И сегодня мое слово В соответствии с, безусловно С посылом новогодним Это феномен нового творения Феномен нового творения Вы знаете, я с годами Я уже во Христе живу 28 лет И я замечаю, что Народ вообще не знает Не образован К сожалению, Лесков Хорошие вещи сказал Он говорит Русь крещена, но не просвещена И вот прямо накануне Нового года Как-то пришлось Я мыл машину И пока мыл машину Зашел в магазин И в этом магазине стоял С молодым человеком И он так как-то У него хороший магазин Там какие-то новогодние подарки Еще всякие штучки И владелец этого магазина Молодой мужчина Около 35 лет Очень приветливый Сейчас вообще народ стал Знаете, более приветливый Как-то народ стал Ну действительно Ну не знаю То ли эпоха такая Все стали Ну более как бы Внимательны что ли Друг ко другу Но от этого природа Их все равно не меняется Все равно природа Как была греховной Так и остается Ну вот мы с ним Разговорились с этим Молодым человеком И я диву дался Что человек Вот 35 лет Когда мы заговорили С ним о Боге И так далее И когда я просто сказал Я обычно не говорю Что я пастор Но тут вот почему-то я сказал Что я пастор Евангельской церкви И знаете, человек так просто Мне сказал Говорит Евангельской церкви Никогда не слышал Я говорю Я говорю Вы не слышите слово Евангелие? Он Никогда Я говорю О протестантской церкви Он О, слышал Там Том Круз В этой В протестантской церкви Я говорю Том Круз В саентологии А он А это не одно и то же И вы знаете Я вдруг реально понял У нас так много С вами работы Ребята Так много Если в нашей стране Люди В возрасте 35 лет Совершенно нормальные Вменяемые люди Никогда не слышали Ничего подобного Ни Евангельской церкви Ну Христос Может быть слышали Но вот с чем его едят Что вот есть христианство Христианство разное Есть традиционное христианство Есть евангельское христианство Есть разнотолки Знаете Когда мы просто рассуждаем о Боге Так или иначе Мы начинаем сталкиваться с этими понятиями Но люди Никогда не слышали Так вот знаете Я стал задумываться Все-таки Чем уникально христианство И самым важным феноменом христианства Безусловно Является Рождение свыше Это новое творение Во Христе Иисусе Давайте посмотрим 2 Коринфянам 5 глава 17 стих 2 Коринфянам 5.17 И здесь замечательный апостол Говорит словом Божьим Итак Вот подчеркиваю Итак Кто во Христе Иисусе Тот новая тварь К сожалению большинство людей Даже не понимают Что значит быть во Христе Иисусе Почему-то люди Даже считая себя Христианами Или выросшие В христианской цивилизации Как многие Вот сейчас модно так выражаться Они не знают что такое Жить во Христе Иисусе Не понимают А Павел на этом сделал акцент Он говорит Если ты Во Христе Иисусе Слушайте а как это Во Христе Иисусе Если ты В нем Внутри Вот этот Знаете предлог В Не на Не около Не у А во Христе Иисусе Если ты в церкви Потому что церковь Это его тело Если ты во Христе Иисусе Павел говорит Ты новое творение Вообще Ни в одной религии мира Ни в какой мировой религии Нет понятия Нового творения Что ты новое творение Если ты пришел в ислам Ну ты стал мусульманином Пришел там в буддизм Ну стал буддистом Но во Христе Ты не просто пришел И стал христианином Ты стал новым творением А что это значит? А кем я был до этого? А до этого ты был Плотской человек Который жил По своим представлениям По своим похотям И вот здесь есть Огромная опасность Что мы с вами Очень часто Живя во Христе Иисусе Вот испытываем Подмену понятий Нам кажется Этот мир Достаточно прекрасным Достаточно вежливые люди И неплохие люди И нам кажется Что общество Не такое уж и плохое Ну вот как бы И ничего плохого И нас это усыпляет Но мы забываем Что Бог нам Не дал никакой Другой перспективы Как только родиться свыше И только тогда Мы можем быть его детьми И это второй феномен Важный Только в христианстве Удивительно Только в христианстве Каждый человек Считается Дитем Божьим В других религиях Нет такого понятия Поговорите Представьте С иудеями С мусульманами С буддистами С другими религиями Там нет понятия Что ты сын Или дочь Божья Вот понятия такого нет Ну как это Ты можешь быть принадлежностью Большой религии Ты можешь быть принадлежностью Какой-то группы людей Может и неплохой Но Ты не ребенок Но во Христе Иисусе Господь показал нам Притчу о блудном сыне Когда сын нагулялся Натворил чего там угодно Думая, что общество прекрасное Но он зашел в тупик В этой жизни И потом Библия говорит Придя в себя Какие замечательные слова Евангельские Мы жили, жили, жили И потом Пришли в себя Я вот хлопаю по голове Аж микрофон было слышно Вот слышно вам Этого с каждым должно произойти на земле Вот это В других религиях это нет А тут Придя в себя Написано Сын сказал У меня у отца Работники Избыточествуют хлебом У него все там есть А я рожки какие-то поедаю Я и живу какими-то вот Земными вещами Какими-то удовольствиями Земными Что-то пытаюсь заработать Что-то там в отпуск съездить Еще что-то сделать Что-то я тут мотаюсь А ради чего не пойму Пойду Вернусь к отцу моему И когда блудный сын Пошел к отцу Это прообраз того Когда мы с вами Пожив-пожив говорим А зачем мы живем? Как одному парню я спросил Говорит Ты зачем живешь? Он говорит Сам не знаю Как кузнечик Вот даже помню Мирской парень Сказал такую фразу Как кузнечик Говорит живу, ем Ну он такой хороший парень У него одна жена Все Даже в миру Но будучи человеком мирским Как-то он такой верный муж Это мой старый друг еще По миру К сожалению он так и не пришел К Христу Но он мне говорит Живу как кузнечик Я думаю Мамочки Как кузнечик Говорит прыгну С одной травины на другую Потом на другую Зачем Говорит вообще не пойму Во Христе Иисусе У нас есть сразу же смысл Братья и сестры Ты сразу понимаешь Что даже если ты кузнечик Прыгаешь с травы на траву У тебя есть смысл Потому что ты сын Ты пришел к отцу своему И ты теперь новое творение Ты новое творение И ты сразу понимаешь Что ты часть семьи Церковь это не просто общество Это часть семьи Поэтому я и говорю Приходи в воскресенье в церковь Ты же приходишь в семью Так ведь? Семья это всегда теплота Семья это всегда какое-то понимание Ну пастор Мы же все много согрешаем Конечно мы много согрешаем И это тоже сказал апостол Иаков Он не сказал Что вы все безгрешны Он говорит Да Но! Теперь внимание Написано Милость его обновляется Каждое утро Опять понятие новизны Милость Божия Мы с вами помним старые грехи А Бог говорит Моя милость Каждое утро Заря утренняя поднимается Смотришь с утра Что тебе Бог говорит? Милость моя Милость каждое утро Милость каждое утро Ты встаешь Думаешь Господи Что-то вчера Я вот не очень правильно повел себя Вот тут не так И Бог говорит Милость моя Каждое утро Вы знаете Это только в христианстве Это именно в нашей В нашей психологии В конце концов Когда мы говорим На языке милости На языке семьи На языке нового творения Вы знаете Еще какой феномен в христианстве Потрясающий феномен Раз уж начали сравнивать Надо сравнивать до конца Только в христианстве Есть понятие семьи Одной женщины Одного мужчины И дети Принадлежащие Только этим двум человекам Это только в христианстве Вы никогда об этом не задумывались А вот задумайтесь Оказывается Посмотрите на мировые религии Сообщества И вы придете к выводу Что нигде Вот этого ощущения семьи Где одна женщина И один мужчина Нет В древнем удаизме Не было такого Возьмите у Соломона Сколько было жен Сколько было у Давида Да, там была благодать своя Но у них было Сегодня в восточных религиях Сегодня говорят Вот сегодня развиваются Там всякие восточные религии Но поверьте Ну какая женщина Захочет быть пятой женой По религиозной системе Когда муж познал Свою религиозную систему И сказал Эй, слушай, Зухра Вас должно быть пять теперь Она говорит, слушай, что-то я уже живу в 21 веке Мне как-то не с руки пятой быть Как-то хочу быть одной Потому что это только в христианстве У атеистов нет понятия семьи У них вообще нет понятия семьи Вдумайтесь только в это У них нет Ранние коммунисты, они говорили Ну, нет семьи Нет такого понятия Это принадлежность Это, знаете, это чувство собственничества Поэтому первые коммунисты боролись с семьей Но потом не смогли бороться уже с народным сознанием Ну, никак мужики не хотели своими бабами делиться И, ладно, хай будет по-вашему И сохранилась христианская философия в коммунизме Почитайте историю коммунизма Вы увидите именно так Потому что считалось, что любое собственничество Это рождает капитализм А жена это самая первая принадлежность Ну и муж тоже Делись мужем со всеми Делись женой со всеми А детей воспитаем в детском саду Поэтому, друзья мои И только в христианстве Только у нас Мы заявляем, просто говорим Бог сотворил мужчину и женщину Адама и Еву И все, все Точка Классно Согласись? Это наше произведение Если идти дальше То посмотрите именно с христианской цивилизацией Именно, теперь уже о цивилизации говорим Христианство именно дало толчок Просто развитию даже науки и творчеству Как-то я однажды занялся вопросом Откуда появились первые университеты Будучи просто в самом университете Где-то прочитал, что якобы мусульмане В 11 веке изобрели университеты в Испании Я думаю, очень интересно Займусь этим вопросом Стал читать Нет! В 4 веке в Византии Именно в христианской цивилизации Были первые университеты Мы дали толчок даже в конце концов К тому, чтобы люди читали, писали, развивались Протестантизм в 16 веке дал толчок к тому Чтобы люди стали просто интересоваться образованием Оттуда появилось электричество Оттуда появились другие науки Ну, не науки, простите Электричество, это не наука Но все-таки открытие и так далее Где? Кто первый проплыл вокруг земного шара? Магеллан из Испании в конце концов Кто открыл Америку? Колумб из Европы Ну, кто куда плыл? Слушайте, христиане хотели изучать мир Так или иначе Поэтому, братья и сестры У нас есть, чем гордиться во Христе Иисусе У нас есть Нам нечего стыдиться, поймите Вот, братья и сестры Нам очень важно донести эту мысль До сегодняшнего падшего мира Что, ребята, не надо выкидывать из истории Имя Иисуса Христа Это самый величайший человек истории Самый величайший Однажды был даже произведен такой эксперимент Взяли просто вот компьютер И забили туда все, как бы, вот Разные поступки людей Самых великих людей Взяли там около тысячи Даже, может быть, больше тысячи имен Просто в компьютерную программу И в компьютер, он же компьютер Железяка И в него заложили качества Всевозможные людские качества Там добродетель, героизм, посвященность Ну все вот И потом взяли биографии Всех людей самых великих Разбили вот просто Вот на эти данные И запустили в компьютерную программу Она переработала И просто величайший человек планеты Бын, однозначно Иисус выпадает Почему? Потому что по всем качествам Описанным в Библии Этот человек превзошел нас всех Нас, любого человека на земле И именно поэтому я иду за Иисусом Безусловно, я не могу быть как Он Но хотя бы я хочу стремиться к тому Чтобы быть как Он Стремиться И Библия говорит Итак, кто во Христе Иисусе Тот новая тварь Мы читаем 2 Коринфянам 5 главу 17 стих Написано Кто во Христе Иисусе Тот новая Вот кто смотрит нас онлайн Вот так Положи руку на себя, скажи Я новая Я новая Внутри меня что-то новое Что-то новое Живелится внутри меня Это внутренний человек Созданный по Богу По Творцу Древнее, говорит Библия Прошло Теперь все новое Все у нас с тобой новое Если мы с вами не ощутим это новое Если мы не будем идти за ощущением нового То мы всегда будем жить каким-то старым Человек не может жить старым Человек всегда должен жить в будущем Даже если ты на смертном Адре И об этом была моя последняя проповедь Знаете почему? Потому что христианство дает нам надежду на вечную жизнь Это важно Вот поэтому мы празднуем воскресение Иисуса С такой силой, что осознаем Если Он воскрес из мертвых То Он и даст нам надежду Чтобы наши тленные тела обновились По нашему внутреннему человеку Нам Бог дал новое тело Римлянам 6 глава Римлянам, смотрите 6 глава 9 стих написано Зная, что Христос воскреснув из мертвых Уже не умирает Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых И уже не умирает Библия говорит дальше Смерть уже не имеет над ним власти Вот кто, кто в мире Кто, хоть в любом сообществе В какой религии Кто бы мог так сказать Смерть над ним больше не имеет власти Ну кто может похвалиться? Ну какой великий пророк? Ну какой великий человек? Ну какой лидер? Ну кто может сказать, что над ним больше не имеет смерть власти? Моя Библия говорит это о Христе Над ним нет власти смерти Это же потрясающе И дальше написано Ибо что он умер, то умер однажды для греха А что живет, то живет для Бога И дальше апостол пишет Так и вы почитаете себя мертвыми для греха А что живет, простите, для греха Живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим И так снова опять эта же мысль Написано, а живыми же для Бога Где написано? Во Христе Иисусе Опять этот предлог Во Христе как-то Да как, как во Христе жить? Да объясните мне Так вот вся Библия говорит об этом Если ты живешь во Христе То на тобой не имеет власти Ни смерть, ни грех, ни проклятие Потому что ты во Христе Иисусе Это новый момент в жизни Новое ощущение счастья Братья и сестры Ну только задумайтесь Вот мы пытаемся как люди Всегда восполнить эту пустоту Которая, ну в нас пустота Которая восполняется какой-то Ну какой-то каким-то суррогатом радости Ну отсюда люди вот выпивают Употребляют наркотики Ну как-то там танцуют Занимаются философией Потому что человек должен Должен как-то вот Восполнить эту пустоту чем-то Так вот хочу вам сказать Если мы с вами не научились радоваться Во Христе То мы вообще живем зря Настоящая подлинная радость У христианина Подлинная радость Должна быть как-то вот Во Христе Во Христе Я как-то помню С одним священником разговаривал Лютеранским священником В Германии Он такой старенький человек От старых людей можно многому Хорошему учиться Прям старичок Лютеранский Приходит в школу Над ним смеются Особенно молодежь Она сейчас особенно как-то развращена Ну ни в коем случае Я не пытаюсь делать из себя Учителя такого Старческого Ну вот как-то вот в Европе Особенно сегодня гуляет Это вот философия Что делай что хочешь Живем один раз Да вообще во всем мире И к нам это придет И идет уже идет И скоро вообще и к нам придет Никаких моральных устоев А этот дяденька должен ходить Потому что Лютеранская церковь Это государственная религия Германии Этот старичок ходил И он меня позвал Говорит Приди ко мне на урок Павел И вот я помню Где-то лет 15 назад Я пришел к нему на урок религии Молодежь сидит И жвачки жует Эти все немцы А она нам ржут над ним Ну как над учителем А он такой приходит И такой Ну не то что старичок Ну такой в годах Улыбается Такое что-то им рассказывает В риасе причем Как положено И тут я Знаете тоже молодой парень И что-то рассказывает Говорит И прям один из учеников При мне Прям спрашивает его Этого Говорит Ну и что Ну и что это христианство Живет жвачку Что оно дает нам А тот улыбнулся И говорит Христианство Это радость И знаете Из уст пожилого человека В риасе Среди таких развращенных подростков Услышать такую фразу Говорит Христианство Это подлинная радость И я тогда Будучи молодым Таким проповедником Как Хватанул этот вирус Думаю Это же радость Это подлинная радость Настоящая Во Христе Иисусе И когда переживаешь Эту радость Во Христе Радость в нем Которую испытывал апостол Павел Радость от надежды Радость от борьбы Радость от смысла Своего существования Радость Тогда знаете Все остальное Оно как-то не имеет Уже смысла Ну все Как вот Наркоман старый Говорит Как уколешься винтом Уже ничего остальное Не работает Вот так же и здесь Как Христом Укололся Все остальное Не работает Бэк Ну уже все В остальном Радость она такая Уже посредственная Ну посидел Порадовался Ну потанцевал Там что-то Ну хорошо Все нормально Опять зарплату получил Ну радость Радость конечно Еще какая-то радость Но во Христе Подлинная радость Ты приходишь в церковь Начинается прославление Подлинная радость Я не знаю Как это объяснить феномен Я слушаю Например Разную музыку Даже в машине Едешь когда долго Включаешь музыку Ну разная играет музыка Какая-то ретро ФМ Современная какая-то Вроде даже устаешь Человеку уже надо Все время что-то менять Вот я раз там Мирей Матье Там О рья-дорья Я уже слушаю Да-да И почему-то Почему-то Когда я включаю прославление Сразу Тут первые ноты Думаю Да почему у меня вот так Я не знаю как у вас Но у меня вот так У меня сразу приходит Какой-то елей радости Все Приходит прославление Еще если хорошее прославление Мы прямо вчера Утром проснулись Он у Федора Николаевича Я у Федора Николаевича ночевал Вот он здесь Мы с ним Вера Николаевна у него И вот И мы утром проснулись И тоже такие У него телевизор большой Красивый И вот мы что-то Федор У меня нет телевизора Я же этот Консерватор А он нет Он Федор Николаевич Он модернист И вот у него телевизора У меня телевизора У меня телека нет А когда телека нет Ты залипаешь по неволе И он что-то там включал Такие клипы хорошие Утренние Классные Смотрели И вдруг Раз мы прославление Включили Прославление Зал полный людей Славит Бога И у меня елей радости Думаю Ой Как хорошо Такой телек И так много людей Славит Бога Ну какой-то там Американский какой-то Огромный стадион Там где-то Люди славят И вы знаете Всегда вот эта радость Ощущение радости Почему? Да потому что Бог всегда творит Все новое Ощутите вы Христе Иисусе В этом году Все новое Новые победы Новые свершения Если Он тебя назвал Новым творением Значит Он и дает тебе Все новое Аллелуйя Давайте Богу Как-то воздадим Большую радость Аллелуйя Ему Ему Вся слава И когда я пережил Вчера Мои 50 Я подумал Оооо У меня все лучше Еще впереди У меня еще есть Некоторые мечтания Которые нужно исполнить И конечно же Мечтания связаны С церковью Конечно же Безусловно Как любому пастору Мне хочется Чтобы В церкви Было больше людей Конечно же Хочется Чтоб у нас Вот то Что было с Ником Вуйчичем Помните На стадиончике Вот Вот так бы Только все рожденные Свыше Чтобы нас было Каждый год Все больше И больше И больше Не стыдитесь Говорить о Христе Не бойтесь Этого момента Разговаривайте С людьми о Боге Рассуждайте И знаете Для этого нужно усилие Потому что Часто не идет Вот не идет Потому что Страхи Потому что Боишься обвинений Боишься Каких-то ложных представлений Друзья мои И во Христе Нам не надо стыдиться Христос сказал Если вы постыдитесь Меня То я постыжусь Вас пред Отцом Небесным Чего нам стыдиться Чего Просто нужно говорить О Боге О смысле И людям сегодня Это очень нужно Поверьте Они уже наелись Молодежь уже четко понимает Что они уже устали От мата От этих вот Аморфных отношений Они хотят чего-то чистого И это наши дети С вами Поэтому мы должны И их провоцировать На то Чтобы они говорили о Боге Итак Ефесянам 4 глава Аллилуйя Давайте посмотрим Четвертая глава Семнадцатого стиха Ефесянам 4,17 Посему я говорю И заклинаю Господом Чтобы вы более не поступали Как поступают Прочие народы По суетности ума своего Люди всегда будут поступать По суетности своего ума Вот слово такое Суетность ума Вот такое старое слово Написанное В русском синодальном переводе Суетность ума Вы не найдете этой фразы Ни у кого из классиков Вы не встретите ее Ни у Пушкина Ни у Лермонтова Суетность ума Вы не найдете В каких-то других произведениях А в Библии Очень часто Это слово употребляется Сочетание Суетность Суета И причем Суета ума Это еще страшнее Вот физическая суета Это одно А когда ум суетлив Это вообще кошмар какой-то И вот мы с вами живем В эту эпоху Когда у всех Суетность ума И вот опять возвращаясь К той беседе Которую я вам начал В начале моего слова Беседа с молодым человеком В магазине Знаете, интересно Вот всегда я рассказываю Что я переживаю Даже на неделе И вот мы с ним разговариваем И вот он там не отличит Саентологию От протестантизма И когда заговорили Все-таки о христианстве Вдруг я заметил Эту новую Какую-то волну современную Что мы, а язычество-то На Руси было Какие мы были русичи А? Всех в кулаке держали Ох! Как мы жили Велес, Перун Там, Ерила Все какие-то боги у них И я понимаю Какая-то суетливость ума Я говорю Вы что, в игры что ли Не наигрались? Какой бог? У меня бог Перун Кто? Пердун? Говорю У меня вот Иегова А у тебя он Перун я Ой, прости, перепутал Не услышал сразу Ну, я говорю Ну, какие идолы что ли? Вы что, реально думаете Что в 21 веке Ты будешь исполнять Обряды языческих жрецов Которые были в 9 веке Ну, сделай у себя В огороде вот этого Перуна, простите Вот этого деревянного И пляши вокруг него Вот так Перуни, Перуни Ну, бред какой-то Согласись Ну, смешно Это во-первых Во-вторых Ты что, не знаешь Что еще с этим связи Были человеческие Жертвоприношения? И вот мы с этим парнем Разговариваем Я говорю Ну, слушай Ты действительно вот думаешь Что ты должен Ради своей Ну, как бы Своей доблести Постоянно с утра Выходить на поединок Своим соседом И зарезать его обязательно Чтоб жена восхитилась И чтоб еще бабы К тебе прибились Ну, это и есть язычество Это и есть И в этом мы жили И апостол Павел Говорит Вот здесь В моей Библии Это уже все Отпрыгиваем От нашего диалога с ним Он говорит Не поступайте Как поступают Прочие народы По суетности Ума своего Да, мода там какая-то Приходит На язычество Еще на что-то Но это не дает тебе Никаких дивидендов Ни в этой жизни Ни в будущей Так мода просто И все Нароже вот эти вот Деревянные И дальше 18 стих Будучи помрачены В разуме Они отчуждены От жизни Божьей То есть нет в них Жизни Божьей А если нет Человеки жизни Божьей Ну что он пронесет Он не новое творение По причине Их невежества И ожесточения сердца Их Первое Это невежество Просто люди Не способны почитать Вообще Чему учит Евангелие Чему вообще Учит христианство У них свои какие-то Превратные представления А второе Ожесточение сердца Люди не способны Покаяться Просто они настаивают На своей правоте А вот я считаю Что я прав Ну Считай Мы же не настаиваем Считай Но это суетность ума Ум твой Самратился Самрачился Они дойдя До бесчувствия 19 стих Предались распутству Так что делают Всякую нечистоту С ненасытимостью И дальше Вот та же мысль Дальше 20 стих Но вы не так познали Христа Опять возвращаясь К моему разговору За этим молодым человеком Он неплохой парень Реально Такой был даже нормально Но я говорю Пойми Мы познали Христа И в свое время Пришли ко Христу Не от того Что вы знаете Нам нечего было делать Или из каких-то Политических взглядов Мы пришли ко Христу Потому что Библия дальше говорит Потому что вы слышали О нем И в нем Научились Так как истина В Иисусе Написано Да так как истина В Иисусе Истина Услышьте Она в Иисусе Истина Не в пастыре Не в церкви Не в какой-то религии Она в личности В личности Иисуса И в нем На самом деле Вся истина Истины не бывает Две или три Она одна И если через него Библия говорит Что Иисус Это слово Которое Бог Высвободил Это слово И слово стало плотью И обитало с нами Полной благодать истины И мы видели его Говорят апостолы Мы видели Иисуса Как воплощенное слово Он дало нам жизнь Это была благодать Которая дала надежду всем Дала новое начало Толчок радости И в конце концов Книга в которую мы верим Называется Новый завет Новый Вот даже название Новый завет И далее И говорит Истина в Иисусе Христе Отложить прежний образ жизни Ветхого человека Истливающего В обольстительных похотях А обновиться Духом ума вашего И облечься В нового человека Созданного по Богу В праведности И святости Истины Посему отвергнуть ложь Говорите истину Каждый ближнему своему Потому что мы Члены друг для друга Вот в этом суть Христианства Братья и сестры И я так благодарен Что однажды Мы нашли Иисуса Даже не Он нашел нас Хотя и Он нашел нас И мы нашли Его И в этом мы Слились в единое целое Даже Писание говорит Что мы как невеста Для жениха Мы стали одним целым И вот эти вот понятия Фундаментальные Они делают нас Новым человеком И Знаете Хочу закончить Свою сегодняшнюю мысль Сегодня у нас никаких планов Вы скажете А планы Пастор на будущее Это позднее У нас еще январь есть целый Январь Для надежды Для планов Вы же сами понимаете Я тоже радовался Новому году У меня даже времени Не было подготовиться Вы думаете Я сидел там Как Пушкин с пером И думал Чего бы сегодня сказать Да ничего я не думал Я сегодня в машине ехал Еще не знал О чем буду говорить Думаю Возьму три места писания И вдохновлю людей На вечную жизнь Вот и все Все что читаю То передаю И вы знаете Друзья мои Хочу закончить Одной интересной историей Это Был такой человек Джон Ньютон Не путайте с Исаком Ньютоном Исак Ньютон Который гравитацию изобрел А Джон Ньютон Это Работорговец Живший в 17 веке Вадим Рад тебя видеть Всегда вижу тебя С большой радостью Можно меня поддержать Вадим Спасибо А ты можешь О благодать спасен тобой Хотя бы наиграть ее Во Слышите эту мелодию Мы едем в машине С моей дочкой С Марусей И Бачелли играет О люблю Бачелли Слепой певец Бачелли И вдруг Он поет песню О благодать спасен тобой Я говорю Бачелли Вот такой певец Мирового класса Поет Величайший христианский гимн И у меня дочь такая Да, я что-то его не слышала Я говорю Ты чего? Amazing Grace Это О благодать спасен тобой Работорговец Представьте В 17 веке Очередной раз Приплыл из своего Какого-то плавания Привез рабов Попал в шторм И так испугался Смерти И самое главное Он испугался не того Что он умрет А того, что Из-за своей жизни Которую он ведет Он окажется в аду И он в воскресенье Пошел в церковь Пришел Ну 17 век Америка Представьте Деревянная церковь Сел на последний ряд Стыдливо Потому что все знали Чем он занимается Торгует людьми Хуже не бывает Сидел Слушал проповедь И плакал Потому что он просто Был убежден Что Бог не может Простить такого негодяя Как он А жизнь уже все Натворена в ней уже Ничего не сделать И к нему подошел Старый священник И говорит Чего ты плачешь? Он говорит В аду буду Святой Отец Он говорит Может быть ты бы был в аду Но благодать Божия Она настолько велика Что она способна спасти Даже такого негодяя Как ты Он пошел домой После этого И написал Вот эту песню Amazing Grace О благодать спасен тобой Я из пучины бед Был мертв Но чудом стал живой Был слеп Но вижу свет И в этом сила Христианства Друзья мои Что мы жили во тьме Мы жили по этим похотям мира А потом во Христе Иисусе У нас новое И представьте Какая радость для этого парня была Господи великий Такого негодяя Как я Ты спас И дал надежду И до сих пор Ее поют на всех концертах И слепой бачели Сидят люди Светские Господа Аристократы И он О благодать спасен тобой Давайте поднимемся Во Христе Иисусе У нас есть надежда Спасибо Вадим Потрясающе Потрясающе Господь благослови Это собрание Благослови Господь Мы во Христе Иисусе Новые творения И мы хотим достичь Как можно больше людей Для этой благодати Благодати во Христе Иисусе Господь Ты дал нам новый завет Ты дал нам новую надежду Ты сотворил нас Новым творением И Господи Даже если мы ошиблись Поступили неправильно Твоя благодать Обновляется каждое утро Твоя милость Обновляется каждое утро Твоя сила Приходит Господь Для обновления Ума нашего Чтобы мы не поступали Как прочие народы Господь По суетности ума Господь И сливающих В областительных похотях Но во Христе Иисусе Мы новое 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 творение Новое творение Благодарим тебя Аллах Аллах Аллах